Добрый день! В эфире программа «Молния» в студии Вера Ионкина. Более 100 управляющих работников Банка ФК «Открытие» будут включены в черный список Центробанка РФ. Как минимум 5 лет попавшие в список топ-менеджеры банка не смогут занимать в других кредитных организациях руководящие должности. Более того, банкирам будет закрыть доступ к топовым позициям в других компаниях финансового сектора. Ограничение коснется более чем 120 работников ФК «Открытие», а также ряда сотрудников Бинбанка. Речь идет о бенефициарах банка, членах наблюдательного совета и правления, главном бухгалтере и его заместителе, а также руководителях и главных бухгалтеров филиалов «Открытие». Новый административный регламент ГИБДД вступает в силу 20 октября. В частности, документ меняет процедуру проверки документов на дорогах. Будет отменен запрет на проверку автомобилей вне стационарных постов. Также, если медицинское освидетельствование водителя на алкоголь дало отрицательный результат, сотрудники ГИБДД обязаны будут довести водителя из лаборатории обратно к его машине. Регламент дополнен нормой, обязывающей сотрудника полиции при отрицательном результате на состоянии опьянения припроводить лицо к месту отстранения от управления транспортным средством, сказал уполномоченное лицо. Таким образом, если медицинское освидетельствование происходило на стационарном посту, куда водитель был доставлен и водитель признан трезвым, то сотрудник обязан вернуть его к автомобилю. В последнее воскресенье октября железная дорога перейдет на зимнее расписание. Это традиционные изменения. Отменяют часть дачных электричек. И также на график влияет зимнее время, на которое переходят соседние страны, куда можно доехать на поезде дальнего следования из Москвы. Небольшие изменения коснутся практически всех направлений. Часть поездов отменят, часть укоротят. Все подробности есть на сайтах Центральной пригородной пассажирской компании. Правительство одобрило календарь выходных дней на 2018 год. Россияне получили 10 праздничных дней с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Председатель ЛДПР считает, что в России нужно отменить новогодние каникулы, чтобы жители страны не злоупотребляли алкоголем, отдыхая от работы. Статистика показывает, что с 1 по 10 января от злоупотребления алкоголем досрочно погибают 20 тысяч человек ежегодно. По словам Жириновского, за счет сокращенных новогодних каникул россияне могли бы получить дополнительный отпуск. ЛДПР предлагает два отпуска – 30 календарных дней и 15, когда хочет человек, тогда и использует. Общие праздники только три – 1 января, 9 мая и 12 июня. Сегодня во время пресс-подхода председатель ЛДПР прокомментировал актуальные новости. Ну вот сейчас у нас в министерстве будет министр связи. Мы голосовали против законопроекта о мессенджерах. Я думаю, цифра придет и в демократию. Голосовать будем дома. В перспективе не нужны будут избиркомы, политические партии, профсоюзы. Все дома люди решат, за все проголосуют. Вот выборы в Госдуму. Каждая партия даст 50 человек. Список 5 тысяч. 450 фамилий, набрали большинство голосов. Вот они депутаты. Все, и там, естественно, партийная принадлежность. Дешево, быстро, экономно. И реальный вклад каждого. Вот я выбрал этих 50, или этих, сколько там. Но зачем так дорого проводить? Зачем так долго и дорого? Ну вот сейчас опять появились клофелинщики. На таксисты. Люди погибают, их обворовывают. Они грабят их. На лобовом стекле прямо инструкция. Свои для меня разговаривать. Никаких угощений и даже воду от него нет принимать. И, так сказать, пусть следит за дорогой. Возможны случаи отравления. Возможны случаи грабежа. Все. Да, под подозрением каждый таксист. Зато жизнь людей сохраним. Наш эфир. Мы продолжим беседой сегодня в студии. Андрей Кузнецов, создатель российского мессенджера. Здравствуйте. Здравствуйте. Я надеюсь, что сегодня у нас выйдет эксклюзивная программа, потому что редко, когда получается пригласить такого эксперта в студию. И, соответственно, буду вам задавать вопросы. Может быть, где-то даже и неудобные. Итак, мессенджер Телеграма штрафовали за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений. Соответственно, первый вопрос такой. Как вы считаете, могут ли этот мессенджер действительно заблокировать? Потому что разговоры ведь давно ходят. Да, технически и по закону, конечно, мессенджеры могут заблокировать. Но я не думаю, что это случится в самое ближайшее время. Сейчас впереди выборы. И вряд ли будут совершены какие-то резкие движения в этом плане. Очень много политических каналов в Телеграме размещено, как про кремлевских, а так и оппозиционных. Поэтому я думаю, что еще несколько месяцев точно проработает. А где-то к лету вполне возможно блокировка. То есть мы можем говорить о том, что все-таки это возможно? Вполне вероятно. Хорошо. Вопрос такой. Могут ли как-то создатели данного мессенджера предотвратить его блокирование на территории Российской Федерации либо пойти на какие-то уступки властям? Я думаю, что вполне могут. Я, в принципе, уверен, что Телеграм уже договорился с властями США. У меня есть неповержимое техническое догадательство того, что большинство сообщений уходит в американские компании, в Apple и Google в полностью открытом виде. С Россией просто пока не договорились. Подождите, но это, получается, сейчас громкое заявление, и у вас прям доказательного занятия. Да, у меня есть доказательства. Я уже опубликовал немножко эту информацию. Давайте тогда поподробнее заострим внимание на этом вопросе. Помните, вообще вся шумиха началась в отношении всевозможных мессенджеров после того, как выяснилось, что террористы в прошлом году использовали мессенджеры для организации терактов крупных в Европе. И были требования у спецслужб предоставить информацию, и мессенджеры американских компаний отказались это делать. В итоге наша компания, получается, передает? Американцам? Да. Да, передает. Но это не совсем наша компания сейчас. Это де-факто немецкая компания. Но тем не менее, да, она передает. И, в принципе, все очень хитро устроено в мобильных телефонах сейчас Apple и Google. Все, что показывается у нас, все выдумления, которые мы видим на экране, они так устроены, что они должны проходить через американские сервера Apple и Google. Так. И именно так выдумления о сообщениях появляются и у Телеграма. Есть способ эти сообщения шифровать так, чтобы Apple и Google не имели доступ к этим сообщениям. Но по какой-то неведомой причине Телеграм так не делает. Ну давайте, если в более прикладном варианте рассмотрим один пользователь, хочет отправить какую-то личную информацию другому. Не обязательно это договариваться о совершении каких-то дирактов. Просто личная переписка. Может быть, где-то интимная. Получается, никто не застрахован от того, что некие лица в некой другой стране могут прочесть их? Конечно, никто не застрахован. В принципе, в интернете никто не застрахован. Все, что попало в интернете. Хорошо. Как себя обезопасить? Вы говорите, что есть возможность кодировать. Кто это должен? Сам пользователь на этапе отправления сообщения? Нет. Это программное обеспечение должно уметь делать. Телеграма этого делать не умеет. Хотя это сделать очень просто. Мы у себя сделали это за две недели. И я думаю, что это было неспроста. Это политическое решение. То есть, получается, не умеет, а не хочет. Это совершенно разные вещи. Да. Вполне вероятно, что да, не хочет. Потому что я не вижу причин этого не делать. Хорошо. Шумиха последних месяцев. Именно отказ от сотрудничества с российскими властями. И тут же согласие сотрудничества с компаниями американских. В чем тогда логика? Принципиально, что именно с российскими нет? Во-первых, это пиар. Очень хороший пиар. Во-вторых, я считаю, что проблема формулировки закона. Закон регулирования интернета в России еще очень несовершенна. И местами противоречивы. Я думаю, что здесь... Конкретнее, где вы видите прорехи в законодательстве? И что нужно исправить? Или наоборот? В требованиях ФСБ было указано предоставить ключи расшифровки всех сообщений. А это, в принципе, действительно технически невозможно. И так-то и не нужно все сообщения смотреть. Необходимо производить оперативно-разыскные мероприятия. Как это делают в США? Отправляют в компанию, в организацию запрос. И на этот запрос идет ответ со всей информацией на интересующиеся личности. Это террорист, подозреваемый, кто бы то ни был. В требованиях ФСБ лежит требование смотреть все сообщения всех пользователей. Это слишком большой объем. Да, это слишком большой объем. Это большой репутационный ущерб. Ну и, в принципе, очень противоречиво, противоречиво с той же Конституцией. Хорошо. А можно было как-то договориться именно на... Чтобы сузить требования именно в отношении преступников или вероятных преступников? Конечно, можно было. И я не исключаю, что эта договоренность уже была достигнута. Хотя я не могу этого утверждать. Это никак не проверить. Но технически это возможно. Вот это как раз технически возможно. Поэтому мы тут просто верим тому, что слышим. Или мы верим. Хорошо. То, что вы утверждаете в отношении Apple и Google, это совершенно точная информация. Еще раз повторимся. У вас есть неопровержимые доказательства. Тогда вопрос. Что делается с той информацией, которая поступает на эти серверы? Она как-то хранится, как-то используется дальше. И какая именно собирается информация? Видны все сообщения вне секретных чатов. Вне секретных чатов в Телеграме большинство. Многие полюбители вообще не знают, что такое секретный чат. Не знают, что нужно запускать секретный чат для того, чтобы их не прослужили. Все сообщения, которые проходят через сервера Google и Apple, они остаются на этих серверах. Эти сервера принадлежат американским компаниям, которые подчиняются американским законам. И не только, кстати, американским. Они сотрудничают с европейскими спецслужбами и со спецслужбами других стран. Соответственно, любой запрос в эту компанию на выдачу данных того или иного полюбителя Телеграма вероятнее всего будет удовлетворен. А вот эта информация, о которой вы сейчас нам сообщили, вы как-то ее пытались поднять где-то в других, может быть, СМИ, на своих соц. страницах? Я на своем Фейсбуке и ВКонтакте писал. Меня цитировали некоторые профильные СМИ. Это весной, осенью, когда вот, летом точнее, когда началась шумиха вот по поводу внесения Телеграма просто в реестр. Скажите, есть какой-то резонанс непосредственно от пользователей? Что они пишут, что говорят? Может быть, стали меньше использовать этот мессенджер в связи с этой информацией? Напротив, что в Иране, что в России, вся эта шумиха привела к огромному количеству скачиваний Телеграма, потому что все боятся, что Телеграм не просто заблокирует, но удаляет из магазинов приложение, поэтому все пытаются его успеть скачать. Там колоссальный скачок популярности. Хорошо, но где логика? Если человек знает, что его просматривают, прослушают, какие-то хранятся данные, может быть, годы, даже в совершенно другой стране, неужели это не отвернет людей? Откорее, что отвернет, но там-то и дело, что люди не знают. Тогда задача какая у нас с вами, у журналистов, как можно быстрее придать резонанс этому делу? Да, обязательно. Хорошо, где вы еще можете говорить об этом? Я, в принципе, всегда об этом говорю. Я говорю это пока что в профильных СМИ. Хорошо, а вас это не пугает, потому что это довольно компрометирующая информация, и мы все понимаем, что там большие деньги вам не угрожают? Вам не страшно просто послушать? Нет, мне не страшно. Но это чисто профессиональная солидарность с профессиональным сообществом. Вот и все. Итак, все-таки, каков ваш прогноз? Будет ли господин Дуров сотрудничать с российскими властями, чтобы в России решить вопрос? В России довольно большая и такая пассионарная политическая база. Уже более 10 миллионов человек пользуются телеграммом. И вполне вероятно, что, возможно, в куларах, но Дуров договорится. То есть это не будет так открыто? В СМИ, да, я договорился. Точно не будет так открыто, да. Это будет совершенно секрет. Павел, великий шоумен. О, вот на эту тему мы поговорим поподробнее, но уже после рекламы, я напоминаю, мы в прямом эфире. Продолжаем беседу в прямом эфире. Напоминаю, в студии Андрей Кузнецов, создателя российского мессенджера. Итак, вы до рекламы сказали, что Дуров – это шоумен. Поподробнее можно, что имеется в виду, хотя мы многие видели какие-то его акции. Вот конкретно, как это соотнести с пользователями? Ну, по сути, Дуров сделал у себя икону для своих пользователей. Люди идут скорее не за продуктами Дурова, а за личностью Павла. Он очень умело формулирует мысли и избегает каких-то неудобных фактов в своих сообщениях. Например, Павел говорит, что все шифруется, и поэтому все безопасно. Все действительно шифруется, но когда мы говорим о безопасности, важно не просто, что все шифруется, а как именно все шифруется. И вот здесь так раз тонкий момент, который могут принять только специалисты. Но пользователи – это не важно. Шифруется, значит, безопасно. Ну, то есть пользователи услышав шифруются, все спокойно пользуемся. А то, что плохо шифруется, это уже никто не выяснил. В целом, да. В целом, даже Павел очень красиво расписывает, как шифруется, но, опять же, опускает важные моменты, что шифруется, а что нет. Ну вот просветите на что шифруется, а что нет. Действительно, все сообщения, которые доступны самому Телеграму, они шифруются, по крайней мере, могут шифроваться технически, так, как объясняет Павел. Они шифруют ключом, который разбивает на пять частей. Каждая часть ключа разносит по пяти юрисдикциям и по заявлениям Павла, для того, чтобы расшифровать сообщения даже при доступе к ним, необходимы небывалых размеров кооперации между разными странами. Это действительно так. Но, опять же, Павел опускает, либо я могу допустить, что он этого просто не знает, что сообщения, которые отправляются на мобильный телефон, они же отправляются через сервер Apple в открытом виде. Мы это проверяли, мы это доказывали. А вот что происходит с той информацией, которую та же компания Apple заполучает в свои доступы? Что с ней происходит и как конкретно, вот если в обратную сторону, это может отразиться на пользователя? Я все хочу просто в бытовой уровень ввести и понять, как обычный житель России может пострадать конкретно. Вот какой-то пример мы можем придумать? Ну, мне, ну, первым приходит скорее национальная безопасность. Это огромное количество разведданных обо всем, о здоровье, о политических настроениях. То есть здесь потрясающие социальные исследования можно проводить, чтобы потом влиять. Скоро выборы можно влиять на общественное мнение. Опять же, я повторюсь, что в Телеграме очень много политических каналов. И в целом аудитория Телеграма довольно молодая, 20-30 лет, политически активно, медийно активно. И то, что эти люди пишут в личных сообщениях, это крайне важно. Здесь можно влиять на общественное мнение. Но опять же, наверное, какая-то информация о покупках, о доходах. Тоже можно составить представление, кто сколько и в каких отраслях зарабатывает. Да, конечно. Ну, и разведка. Разведка вообще самого разного уровня. Политическая, какая-то социальная. А вот немножко отойду. Вот есть страны, в которых сеть интернет вообще запрещена, и ни о каких мессенджерах речи нет. И более-менее там стабильные какие-то результаты, особенно политические. Как вы относитесь к таким крайностям, когда в стране вообще все запрещено? Ну, вы про Северную Корею, да? Ну, да, я уже не стал называть, мы все понимаем. Я полностью отрицательно отношусь. Это просто остановка всего прогресса. В целом, я считаю, что чем больше, чем качественная связь между людьми, тем быстрее мы развиваемся интеллектуально и технологически. Но все-таки нарушение неких личных прав, да? В целом, да. Но с этим можно жить, так или иначе. Вот я подвожу все-таки к нарушению прав. И все-таки, когда люди переписываются, хотелось бы иметь право на частную переписку, на секретность. Получается, тут нарушено это право? В данном случае, в случае Телеграма, да, оно нарушено, потому что США читают. Как обычный пользователь может, может быть, на этапе переговоров с данной организацией, как-то оформить на бумагах, что конкретный пользователь хотел бы, чтобы конкретно его сообщения шифровали, чтобы была полная конфиденциальность? Потому что у нас есть и политики, которые пользуются. Я понимаю. На бумаге никак, насколько мне известно, нет таких законов ни в Европе, ни в России. Можно только попросить удалить, потребовать удалить всю свою персональную данную. Это как раз можно, есть такой закон в России и в Европе. Но что конкретно каждый пользователь может делать прямо сейчас, это не писать чувствительную информацию в открытых чатах. Используется только секретными чатами. Но это серьезно урезает функциональность, так как все сообщения шифруются, а шифрованных сообщений нет в групповых чатах, то есть это только личные чаты. Также теряется возможность поиска по этим сообщениям. Телеграм не умеет искать по секретным чатам. Это еще одна из причин, скорее всего, почему Телеграм поступает так, как поступает. Это всегда баланс между удобством и безопасностью. Никогда не бывает на 100% и того, и другого. Вот основатель WhatsApp назвал Телеграм плагиатом. Вот как вы считаете, это действительно так? Я полностью не согласен с этим. Это уже их личная война, Павла с основателем WhatsApp в едином поле. Тогда все, плагиат. Это скорее заимствование. Заимствование как в искусстве, так и в технологической сфере. Это совершенно нормально. Но это заимствование и эволюция. Телеграм действительно очень хороший продукт. И технологически он сильно лучше, чем WhatsApp. WhatsApp, да, был первым, но он увяз в том, что он первый. Он сделал это все на довольно старых технических решениях. И поэтому ему нужно тратить сильно больше ресурсов на то, чтобы все сделать качественно. Телеграм сделал это несколько лет позже. Учел все ошибки, которые допустил WhatsApp. И поэтому продукт сильно лучше. Вы являетесь создателем российского мессенджера. Расскажите о нем. И какие моменты вы учитываете от своих коллег? Что стоит позаимствовать самому? Что ни в коем случае? На чем стоит поучиться? На каких ошибках? Расскажите, на что вы сделали упор? Да. Мы разрабатываем мессенджер для компаний. Для средних и больших компаний, которым очень важна безопасность своей коммуникации. Это коммуникация внутри компании, либо по бизнесу друг с другом? Это коммуникация внутри компании. Мы очень много позаимствовали у Телеграма и того же WhatsApp в плане удобства от пользователя. Мы специально делаем интерфейс, максимально похожим на привычные мессенджеры, чтобы сотрудники самых всех возрастов легко могли начать пользоваться безопасным мессенджером, но при этом же удобным. Что касается ситуации с отправкой текста сообщений через пуш-уведомления, мы просто-напросто шифруем это сообщение, прежде чем отправить в Apple и в Google. Это сделать достаточно просто. И поэтому я заявляю, что я не понимаю, почему это мне сделать Телеграм. Действительно, у нас заняло три недели, чтобы это реализовать. Также мы размещаем сервера мессенджера компании на инфраструктуру самой компании. То есть это дело компании уже, что делать с этими данными, с кем сотрудничать или не сотрудничать. Ну, там, где крупный бизнес, надо понимать большие деньги, инсайдерская информация всегда в цене. Есть ли возможность как-то вскрыть ваши мессенджеры, ваши чаты, получить информацию, либо, может быть, перекупить? Это возможно? Или вы подстраховываетесь уже на этапе создания самого чата? Вот наша страховка заключается в том, что все размещается исключительно на серверах самой организации. И дальше уже дело обслуживающего персонала этой организации, обеспечить административные меры по ограничению доступа к этой информации. То есть, ну, самый уязвимый момент здесь – это подкуп или вербовка ответственного сотрудника в организации. От этого не застрахованы никто. Это можно и без мессенджеров, да. Так, вопрос такой. Если вот в крупной компании, например, нефтяной, допустим, для примера, используется мессенджер вашей компании, и кто-то из вышестоящего руководства захотел проследить за более низкими звеньями своей компании, он может как-то получать личную переписку секретную, или сотрудников друг с другом, или все-таки это не приветствуется, или защищено, запрещено? В корпоративной переписке в целом нету и не должно быть персональных данных, личной переписки. И при этом действительно в некоторых организациях, которые приобрели наш мессенджер, HR-отделы аналитс делают переписку, причем не человек это делает, это делает робот, он определяет настрой коллектива, где-то здесь вот что-то произошло, там отрицательные эмоции, здесь положительные эмоции. А кто этого робота заряжает, скажем так, кто вводит те слова, на которые нужно реагировать, или словосочетание? Ну, скажем, мы не то что вводим слова, там что-то типа искусственного интеллекта, который учитывает различные факторы. Ну, параметры задают. И смайлы, и настрой слов. Есть, в современном мире есть уже разработаны алгоритмы для проведения таких операций. Вот в таком виде мы действительно анализируем переписку. И при этом это сильно увеличивает эффективность работы команды. При этом есть еще закон, как в России, так в США, так и в Европе. Если происходит какой-то инцидент, кража интеллектуальной собственности, например, приходит в суд, нужно вести расследование. Это уже в интересах самой компании предоставить всю переписку. И даже не только переписку, но и факт того, что сообщение доставилось на его устройство пользователя. Когда оно доставилось, когда он прочитал. Все это мы храним. Каждое событие для каждого пользователя. Расскажите, сколько компаний находится в вашем ведении? Вы же наверняка и обслуживание техническое проводите, и наверняка обучение сотрудников. Это все трудоемкие процессы. И, скорее всего, не все сразу включаются. Там наверняка нужно обучать сотрудников. Итак, сколько сотрудников, сколько компаний? Так, примерно на вскидку, чтобы мы понимали, какие цифры. Я не могу назвать, но я могу сказать, что у нас десятки тысяч сотрудников, в принципе, пользуются мессенджером. У нас есть еще массовое решение, которое в некое оперативное поле. Это другой наш продукт. Там сотни тысяч пользователей. А на кого он ориентирован, этот продукт? На локальные рынки на Ближнем Востоке. То есть это не в нашей стране? Это не в нашей стране. А там вы как-то изучаете законодательство? Наверняка на Ближнем Востоке оно специфику свою имеет. Там есть своя специфика. Там даже не всегда речь про законодательство, сколько про договоренности. Но это Ближний Восток, там свой характер. И все-таки буквально минута у нас до конца. Как поменяется, как вы считаете, всемирная сеть? Есть ли будущее, либо все скатится? Будущее есть. Оно полно страхов, но и полно возможностей. Всемирная сеть, она будет везде. Вплоть до того, что наши чайники будут подключены к интернату, холодильники. И меня лично нас завораживает. Но действительно, именно в нашей ответственности является обеспечение безопасности всего при таких возможностях. Ну что ж, благодарю вас за комментарии. Сегодня интересные были моменты и новости. Пригнашаем вас снова. Я думаю, эта тема будет только развиваться. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Молния» в прямом эфире. Всего доброго. До свидания.